Приветствую вас, Алексей. Смотрите. Вы пишете о том, что бросила девушка неделю назад, было много скандалов из-за ничего. Я думаю, что один из таких важных моментов заключается в том, что вы считаете, что скандалы были именно из-за ничего. Но, по факту, это не так. Потому что, если бы скандали были из-за ничего, то девушка бы с вами не скандаловала. Как минимум, для неё важно то, из-за чего возникал конфликт. Вот. Это первое. Второе. У скандала, глобального в том числе и с вашей стороны, есть свои основания. И для начала я рекомендую вам почитать про психологическую игру «Скандал». Она так и называется «Психологическая игра. Скандал». Вот. Чтобы вы поняли, как происходит так, что люди ссорятся. Я вам пока, в общем, скажу, что ссоры происходят потому, что люди боятся близости эмоциональной, иногда физической. Иногда и того, и другого. Я вам скажу, что ссоры происходят по причине сдерживания своих эмоций. То есть, вот. Человек, например, неиственен в отношениях. Он зажат в отношениях, да. Он чувствует себя несколько скованным в отношениях. И для него вот подобная история выливается в то, что сдерживая себя, человек накапливает недовольство, которое потом вырывается в виде ссоры. Наконец, последней причиной скандала, которую я хочу упомянуть здесь, является болезненная потребность во внимании. Когда своего рода истерика, своего рода такое истероидное поведение. Тут, я бы сказал, уже крайне важно освоить неконфликтное, я бы сказал, амортизационное поведение. Чтобы не конфронтировать с партнером вашим, чтобы не вступать с ним в конфликт. Вот. Ну, овладеть, например, техникой я сообщение. Допустим. Как вариант. Как максимум же здесь может быть ограничение того, что, к примеру, девочка пытается вам сказать и пытается до вас донести. И того, что вы сами о себе думаете, что вы из себя представляете сами. Все такие вот разные вещи, на которые вам желательно обратить свое внимание. Но, в любом случае, скандал не происходит из-за ничего, потому что это довольно сильно, сильно забрата. Энергии, эмоции и, да, это может быть такая вот сублимационная история, но это проблема. Это проблема. То, что вы делаете, вы по факту ее обесцениваете, к сожалению. Дальше. Я пытался все вернуть и дать понять, что спор был мелким. Не очень здесь понятно, Алексей, что именно вы пытались вернуть, но то, что вы старались дать понять, что спор мелким был, ну, как бы, как вам сказать. Это проблема. Потому что спор не был мелким. А вы вновь пытаетесь все обесценивать. То есть, понимаете, вот, есть грант между обесцениванием, да, и, там, допустим, попыткой, ну, человека как-то успокоить, да, между попыткой как-то человеку дать понять, что не все так страшно. На самом деле, это очень разные вещи. И у вас это выглядит, как именно попытка принизить значимость того, из-за чего был конфликт спор. Вот. Поэтому, что вернуть, непонятно. Вот. И как вы можете дать понять человеку то, по поводу чего у него есть свое, достаточно четкое такое мнение, да, ну, для меня загадка. У меня загадка. Она заблокировала меня после двух тишины и сама написала как-то. Я пытался нормально общаться, но чувства сложно было скрывать. Что вы имеете в виду? Пытался общаться нормально, но чувства было сложно скрывать. Какие чувства? В годном разговоре она начинала злиться из-за обычных вещей. Поучи, наверное, что приготовить. Начиналось не зная, что пристало. Честно говоря, Алексей не очень ясна здесь хронология. То есть, в годном разговоре и когда? Когда она вам написала, после того, как сняла блог. Или это вы пишете о том, что было раньше? До этого? Если она вам писала, если она вам писала, то не очень понятно смысл поудинам, что приготовить. Не знаю, что пристало. То есть, вы же не вместе живете. Тут не совсем ясно. Но! По тому, что я вижу, я могу сказать, вероятно, девочке не хватает, ну, скажем так, активности с вашей стороны. То есть, девушка хотела бы, чтобы вы решали сами больше. Вы этого не делаете, ей этого не хватает. И, соответственно, она начинает агрессировать. Вот. То есть, это вопрос уже такого, скажем, геймерного определения. Да? Насколько вы активны, насколько вы уверены в себе, насколько вы самостоятельны. И насколько девочка соответствует вашему типу мужского поведения. Вот. Потому что, если, например, вы считаете, вот, что, ну, допустим, если вы считаете, что с девочкой нужно советоваться, да, вот, и это ваше обратное, но если девочка так не считает, то ее это будет только злить, к сожалению. Вот. Поэтому тут идея именно такая, что, судя по описанию, девушка не хватает просто активности с, ну, с ваших сторон, с страны. Не хватает такой вот ощущения, не хватает ощущения, что, ну, что за нее все решать. То есть, у нее ощущение, что она сама должна решать, а она сама решать не хочет. Вот. Дальше, значит, эм... Для этого вопроса сама согласилась, чтобы я приехал. В итоге я снова-снова заблокирован. Я очень ее люблю, хочу вернуться к ней. Ну, а в чем ваш вопрос, Алексей, во-первых, да? Во-вторых... Как проявляется ваша любовь, то есть, что вы понимаете под любовью? То есть, надо поисследовать, какое чувство вы испытываете. И то, что вы хотите к ней вернуться, это хорошо и здорово. Но для чего? Потому что пока вы просто обесцениваете то, что вот ей важно. Вы ее не понимаете, вы ее не слышите, что она говорит. Да, вероятно, я знаю, вас не слышит и не понимает. Но поскольку обращаетесь к нам вы, то, соответственно, с вами и нужно разбираться. Вот. Ну, примерно так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было полезно вам. Идеально вариантом, конечно, вам вместе с девушкой обратиться к специалисту, да, к психологу и вместе вдвоем разобрать то, что вас беспокоит. Ну, в целом, я думаю, что и одному вам, в принципе, будет достаточно поработать и скорректироваться по поведению. То есть, понимаете, если вы девочку любите, вы готовы на изменения в себе, для себя. То есть, вот, задайте себе вопрос. Все ли я то, что делал с девушкой и для девушки, считаю правильным? Совсем ли я, что делал для девушки и с девушкой, согласен? Это вот ключевой вопрос. Если да, то девушка вас просто не принимает таким. Тут уже вам решать, готовы менять следа, ради чего и так далее. Но если вы не согласны с чем-то, то это можно будет корректировать и, кто знает, может быть, все проблемы уйдут. Потому что отношения это система. И изменив свое поведение, вы можете изменить поведение другого человека. Я вам желаю удачи, всего доброго, надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. Спасибо.